Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рады видеть вас в Министерстве обороны, в Национальном центре управления обороной. Сегодня наш брифинг посвящен подготовку и проведению наиболее значимого для Вооружённых сил Российской Федерации в летнем периоде обучения совместно стратегическое учение Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, Запад-2017. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Васильевич Фомин детально расскажет вам о предстоящих в сентябре учениях «Запад-2017». Александр Васильевич, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, сегодняшний наш брифинг посвящен совместному российско-белорусскому стратегическому учению «Запад-2017». С 14 по 20 сентября 2017 года под руководством начальников генеральных штабов Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь проводится совместно стратегическое учение «Запад-2017». Это учение является завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил Белоруссии и России и проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Несмотря на плановый характер, учение «Запад-2017», ещё не успев начаться, стало объектом пристального внимания наших уважаемых зарубежных коллег и средств массоинформации. Уже несколько месяцев крупнейшие мировые средства массоинформации, а вслед за ними и политики, будоражат общественное мнение, распространяя мифы о так называемой российской угрозе. Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учение «Запад-2017» готовится, якобы готовится, плацдарм для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Кроме того, объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств наших стран и распространялась российскими и белорусскими информагентствами. За последние годы в вооружённых силах Российской Федерации и Республики Беларусь произошли изменения как в организации боевой и оперативной подготовки, так и в управлении войсками. Проверить эффективность таких изменений можно только на практике. Практический этап подготовки к учению был начат в марте 2017 года, когда в Москве состояла стратегическая командно-штабная тренировка с центральными органами военноуправления вооружённых сил. После этого в Минске прошла штабная тренировка Объединённого командования региональной группировки войск, а в Санкт-Петербурге – командно-штабная тренировка Западного военного округа. В мае и июле начальники штабов руководства учения провели рекогностировку районов практических действий войск. Также в июле состоялось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны на западном стратегическом направлении с привлечением оперативной группы от вооружённых сил Республики Беларусь. В августе в Западном военном округе прошла командно-штабная тренировка, а после неё – серия учений по видам обеспечения совместных действий. Учение «Запад-2017» пройдёт с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Республике Беларусь, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации. Предварительное уведомление всем государственным участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о военной деятельности при проведении учения, а также приглашение на него наблюдателей, направлено 1 августа этого года. Цель учения – отработка вопросов подготовки и применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. В ходе него будут отработаны задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием, опробированы положения новых уставных документов, разработанных в вооружённых силах Российской Федерации и Республики Беларусь. Командующие, командиры и штабы получат практику в планировании мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управления войсками в ходе их проведения. Учение пройдёт в два этапа. Первый – продолжительностью трое суток, второй – четверо суток. На первом этапе объединённым командованием региональной группировки войск вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь предполагается осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведанных групп противника, а также наращивание группировки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны для прикрытия важных государственных и военных объектов, а также отработать вопросы организации взаимодействия и обеспечения в интересах решения поставленных задач. На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки. Замыслом учения предусмотрено, что на территории Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику, как с воздуха, так и с моря. Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов. Переброска воинских частей и подразделений региональной группировки войск в районе действий бандформирований с их последующей изоляцией. Действия группировки военно-воздушных сил и противовоздушной обороны по поддержке сухопутных сил и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных бандформирований. Проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооружённых формирований стабилизация обстановки. Обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции пресечения отхода бандформирований по морю. На этом направлении в западном военном округе под руководством командиров соединений будет проведён ряд тактических учений антитеррористической направленности с подразделениями вооружённых сил Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральные службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, Федеральные службы безопасности России и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В Республике Беларусь будут задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лос-Видо, Осиповический, два полигона военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Ружанский и Доманово, а также один участок местности Дретунь. В Российской Федерации войска будут обучаться на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский. К участию в учении планируется привлечь около 12 700 военнослужащих, из них от вооружённых сил Республики Беларусь около 7 200 человек, от вооружённых сил Российской Федерации около 5 500 человек, из них на территории Республики Беларусь около 3 000. Около 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе до 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также 10 кораблей. Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых, бронированных машин, артиллерии, миномётов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолётов и вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определёнными видами военной деятельности, установленной венским документом 2011 года. Вместе с тем, стремясь к максимальной транспарентности, мы в инициативном порядке пригласили для посещения заключительного, наиболее активного и насыщенного этапа совместно-стратегического учения «Запад-2017» на полигоне Лужский, Ленинградская область, руководство оборонных ведомств ряда зарубежных государств и представителей военно-дипломатического корпуса. Напоминаю о направленном военном атташе приглашение посетить 18 сентября 2017 года указанное мероприятие. В ходе этого мероприятия планируется также брифинг на тему цели и порядок проведения совместного стратегического учения «Запад-2017», а также наблюдения за практическими действиями войск. В состав органов Управления вооружённых сил России и Белоруссии, привлекаемых к учению, будут включены представители генеральных штабов двух государств, органов Управления Западного военного округа, военной транспортной авиации вооружённых сил Российской Федерации, а также командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооружённых сил Республики Беларусь. Кроме того, для планирования совместных действий от российской стороны будут привлекаться оперативная группа других силовых ведомств, о чём мы докладывали выше, а именно Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск Национальной гвардии России, Федеральной службы безопасности России и Министерство России по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В заключение подчеркну, что учение Запад-2017 помимо антитеррористической направленности носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался любой условный противник, не имеющий никакого отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке земного шара. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин